Всем большой привет! Добро пожаловать на канал! Хочу сегодня показать вам новое сшитое худи, которое я закончила где-то 3 дня назад. Уже его начала носить, в общем, и мне очень оно нравится. Поэтому хочу с вами поделиться, показать худи и также немного расскажу о пошиве. Худи я сшила по новой выкройке из осенней коллекции Вики Сьюз. Это худи Амина. Мне очень захотелось шить такую объемную модель. Сейчас вот на холодное время года. И я подумала, почему бы нет. Значит, что еще хочу сказать для тех, кто начинает только шить. И если у вас нет оверлока, но у вас есть швейная машина, то вы также без проблем сможете такое худи сшить на швейной машине. Практически у каждой машины есть швейная, даже самая бюджетная. Есть трикотажная строчка, либо строчка зигзаг. Поэтому шейте, не бойтесь. У меня также на канале есть видео, как можно сшить трикотаж на швейной машине. Поэтому я оставлю ссылку на это видео внизу в описании. Если планируете сшить на швейной машине, то можете перейти и посмотреть. Размер самый маленький S у меня. Вообще я обычно, когда покупаю выкройки на этом сайте, обычно покупаю выкройку 36 размера. Ну и ношу тоже размер S-XS. Значит, к выкройке также идет достаточно подробная инструкция, пошаговая, по которой вы без проблем сможете шить такое худи для себя, даже если вы новичок и только начинаете шить. Я не снимала видео с пошивом худи, потому что их достаточно уже много есть на YouTube. У меня на канале также есть видео с пошивом худи. Ссылки на эти видео я тоже оставлю внизу в описании. Если вам будет интересно, можете перейти и посмотреть. Поэтому сшить худи, я думаю, что сможете сшить худи без проблем. Даже без видео, потому что достаточно хорошая инструкция, подробная. И если вам что-то будет непонятно, то, я думаю, вы без проблем сможете найти для себя какие-то интересные видео с пошивом худи на YouTube. Хочу еще рассказать о ткани, из которой я шила худи. Значит, это футер с начесом. Довольно-таки плотная ткань, плотностью 290 грамм. В составе идет 90% это хлопок и 10% полиэстер. Ткань практически нерастяжимая, поэтому вы без проблем, как я уже сказала, можете шить ее на швейной машине. Значит, манжеты на рукавах и на поясе я шила из кашкарсе. Я уже рассказывала о том, что мне нравится больше кашкарсе, чем рибана. Поэтому, тем более, если я шью из такой плотной ткани, то мне кажется, что лучше все-таки использовать более плотную ткань также на манжеты и на пояс, такую вот, как кашкарсе. Тем более, оно не так сильно растягивается, как рибана у меня. Есть тоже худи, где на манжетах пришита рибана. И мне кажется, что она все-таки вот как-то быстро растягивается, в отличие от кашкарсе. Вы, конечно, можете сделать манжеты и пояс не обязательно из рибаны или из кашкарсе. Если вы не можете подобрать по цвету, то можно также сделать из основной ткани, из футера. Тоже очень даже красиво все это смотрится. Что еще хочу рассказать? Мне, как я уже сказала, понравилась эта модель тем, что она довольно-таки объемная. Под низ также можно что-то одеть дополнительно, например, футболку, какой-то лонгслип пододеть. И будет уже теплее и комфортнее. Также здесь есть хороший объемный капюшон. Капюшон у меня одинарный. Я не делала его двойной. Также по инструкции тоже капюшон идет одинарный. Здесь идет кулиска просто. Обработана здесь край, получается, кулиски просто у меня обработан на верлоке. И подшит на швейной машине. Также здесь петли обработаны тоже на швейной машине. Не как сделать петли. Я уже также рассказывала, у меня есть видео на канале. Тоже оставлю ссылку на это видео в описании. Я думаю, что вы без проблем тоже сможете обработать петли. Не только на худи для шнурка, но также, если вы будете шить, например, брюки. Еще мне также нравятся карманы здесь на худи, которые расположены, получается, в таких вертикальных подрезах. Внутри здесь в швах. Карманы я делала тоже из основной ткани, из футера. И они такие достаточно глубокие. Рукав тоже довольно-таки широкий. И на рукаве есть тоже два таких декоративных шва. Что тоже классно смотрится, на мой взгляд. И спинка, получается, зад немножко удлиненной, чем перед. Я сейчас еще примерю на себя худи. Покажу, как оно на мне смотрится. Чтобы вы могли понять, насколько это большой такой объемный оверсайз. И определиться, стоит ли вам шить такое худи или нет. Потому что не каждую одежду верхнюю можно одеть поверх этого худи. Потому что оно, как я уже сказала, достаточно объемное. И я не думаю, что будет комфортно, если вы оденете какое-то пальто. Такого классического кроя. Умеренного объема. Поэтому нужно еще знать, в общем, с чем вы будете его носить. У меня, к примеру, есть джинсовый пиджак. Который тоже достаточно объемный. Там широкая пройма. И мне вот удобно в этом пиджаке. В этом пиджаке и в этом худи. Мне не тесно. И я, в общем, с удовольствием тоже ношу поверх этого худи еще вот джинсовый пиджак. Я не пробовала еще надевать с какими-то другими вещами. Но обязательно попробую. Посмотрю, удобно будет или нет. Но я думаю, что такую худи можно носить просто отдельно. С кроссовками, с джинсами. Вот сейчас, пока на улице еще не сильно холодно. Оно классно смотрится. И в нем, как я уже сказала, довольно-таки удобно и комфортно. Я надеюсь, что это видео было вам не только интересным, но и полезным. Поэтому ставьте палец вверх. Подписывайтесь на канал. Буду вам очень благодарна. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом, в принципе, все. Будут вопросы, пишите. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok